Модернизация учреждения образования, подготовка новых кадров, поиск и внедрение инновационных решений. Важные вопросы системы образования обсудили накануне в Алатаре. В рамках рабочей поездки профильный министр Алла Салаева посетила сразу несколько объектов. В том числе побывала в школе номер 7, где ознакомилась с учебной деятельностью Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Григорий Дубровский ловко управляет современным летательным аппаратом. Вместе с наставником они продемонстрировали возможности квадрокоптера и ортофотоплана. Для Григория это не просто хобби. Я сам хочу пойти на инженерный, но если не получится поступить, я хочу пойти куда-нибудь в спасательную службу. Получается летать на квадрокоптере и искать, например, людей, потерявшихся в лесу. Профильный министр отметил, что дополнительные IT-образования очень востребованы среди школьников. Но есть одно «но» – нехватка специалистов-преподавателей. Их надо обучить. То есть, почему я и спрашиваю. Как часто поднимают. Ну, то есть, для нас важно, чтобы… И мы готовы дальше вкладываться в современное оборудование, чтобы ребятам было интересно. Но должны быть учителя и специалисты, которые умеют им пользоваться. Помимо науки уважают в школе и спорт. Заниматься им скоро станет еще комфортнее. На капремонт спортзала уже направлено более трех миллионов рублей. На совещании Алла Салаева отметила, что по инициативе Минобразования в республиканском бюджете в этом году появилась новая строка – модернизация школ и детских садов. В этом году на поддержку образовательных учреждений выделено почти два миллиарда рублей. В целом за три-пять лет все школы и садики республики должны полностью преобразиться. Стать современными, комфортными, а главное – безопасными. Модернизация включает все, что вам надо. Но для того, чтобы мы вам выделили финансирование, нам необходима проектно-сметная документация с положительной экспертизой. Мы очень хотим вам помочь. Средства в республиканском бюджете есть. Софинансирование со стороны муниципалитета минимально. Но мы ничего не сможем сделать, если по школам, по садикам не будет проектно-сметной документации. Что касается культуры, в Аллатре действует единственный центр по подготовке талантов – детская школа искусств. В прошлом году ее полностью обновили. В 2019 году мы получили в рамках государственной программы 2,3 миллиона. Мы отремонтировали на эти средства фасад здания. А в 2020 году нам выделено было более 9 миллионов, 9,5 миллионов. На эти средства мы отремонтировали уже внутри здания. В обновленной школе сегодня обучаются почти 800 юных дарований. Самое популярное направление – фортепиано. Марина Павлюченко занимает призовые места не только на республиканских, но и международных конкурсах. Ближайшие перспективы строительства нового центра здравоохранения, а также ремонт терапевтического и хирургического корпусов имеющейся больницы. Эти и другие вопросы развития социальной отрасли города Алла Салаева обсудила с руководителями «Аватери» и депутатами городского собрания. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.